Иероним Босх Около 1450 года в семье, издавна связанной с живописным ремеслом, художниками были дед Босха и четверо из его пяти сыновей, включая отца Босха. Предполагается, что первые уроки живописного ремесла он получил в семейной мастерской. Одна из самых широко известных работ Босха «Корабль дураков» относится к зрелому периоду его творчества. Сохранившаяся картина представляет собой фрагмент триптиха, разрезанный на несколько частей. Корабль дураков был написан на одном из крыльев алтаря и составляет примерно две трети его первоначальной длины. Нижняя треть сохранилась под названием «Аллегория чревоугодия». Крылом другой стороны, сохранившей более или менее свою полную длину, является смерть и скупость. Две панели вместе представляли бы собой две крайности расточительности и скупости. Путник был изображен на правой панели задней части триптиха. Центральная панель, если она существовала, неизвестна. Картина «Корабль дураков» буквально перенасыщена многозначными символами. Работы Босха изобилуют символами, но значение многих из них уже безвозвратно потеряно. Символы менялись в зависимости от контекста, по-разному трактовались. Так сова может быть интерпретирована не как символ мудрости. Босх изображал сову на многих картинах служителем зла, олицетворением глупости, духовной слепоты. Иногда вносил ее в контекст к персонажам, которые предавались смертному греху. Перевернутый кушин в «Корабле дураков» историки рассматривают как перевернутую воронку, символ безумия. Корабль дураков – это грешное человечество, которое плывет либо неведомо куда, либо стоит на месте. Причем уже так давно, что корабль пророс деревом. Веселая пирожка на корабле символизирует грех сладострастия и чревоугодия. К дереву подвешен круглый блин. Он качается на веревке, а его пытаются откусить монах и монахиня, что является намеком на народные обычаи, когда едят подвешенный блин без рук. Монахиня играет налетник, который является инструментом, символизирующим любовные удейки. Вишни на тарелке и кувшин свином – знаки сладострастия и искушения. Люди на корабле и священнослужители пьют, бесчинствуют и горланят песни. Кого-то тошнит от чрезмерной попойки, кто-то объелся, а кто-то настолько отупел, что гребет черпаков будто веслом. Все фигуры на картине вызывают антипатию. Они плоские и уродливые, будто неумелые маски. Все они – персонажи балаганного действия. Все они на одно лицо, одинаково, будто сделаны по шаблону. Они лишь напоминают людей. На деле же безликая масса существ, похожих на человека. Это человеческая масса, которая живет инстинктами, и разум не представляет никакой ценности. Но что означает название картины «Корабль дураков»? Во времена Средневековья корабль традиционно символизировал церковь, ведущую души верующих к небесной пристани. И этот корабль в церкви должен направляться Богом, Творцом, сотворившим мир. Согласно другой Средневековой традиции, образ корабля в море обозначал жизненный путь человечества, полный трудностей. Корабль дураков плывет неведомо куда или вообще никуда не движется. Монах, монахи, немиряне – все в общей куче и не слышат голоса Творца. Они гуляют и поют. Они – дураки. Безликая масса, шатающаяся из стороны в сторону, не имеющая способности к мысли. Все они на корабле зла, без руля и ветрил, на корабле, ведущем души в ад. Их корабль не имеет движения. Они застопрились. Они погрязли во мраке зла. Вся компания в хорошем подпитии, а точнее алкоголизме. И алкоголизм лишает их точного ориентира. Они – состояние галлюцинации. Галлюцинаторность сознания не предполагает реальности. У этой стадной массы выключен разум. Дураки находятся на корабле, где зло затронуло всю компанию, одолело всех персонажей. Это – иллюстрация безумия. Все пьют и поют хором. А петь хором в подпитии – приятное состояние безликой тупой массы, которая их объединяет. Поскольку других способов объединения нет. Пьяное пение хором – важная деталь, поскольку оно заменяет осмысленные действия, работу ума и духовные ценности. А на дереве уже готовая закуска – жареный гусь или индейка. Его надо только достать. Мужчина пытается дотянуться до него своим длинным ножом. Таким образом, он виновен в грехах обжелстью и зависти. Само же дерево, которое служит мачтой кораблю, живое и покрытое листьями, его относят к так называемому майскому дереву, вокруг которого происходят народные празднества в честь прихода весны – времени года, когда и миряне, и духовенство склонны приступать к моральной запреты. В центре дерева изображена сова или череп, и майское дерево, и сова – символы зла, ереси и дьявола в средние века. Картина ясно дает понять, что будущего у этого корабля нет. Он никем не управляем, а люди на нем беспокойны и погрязли в грехе и моральном расходстве. Церковь, которая пришла в упадок и так уверовала в свою непоколебимость и нерушимость, позабыла все свои принципы и учения. Церковь погрязла в грехах. Монахи купаются в роскоши у всех на виду и даже не пытаются скрываться. Такой корабль церкви ведет людей на панели. И плывет этот корабль под неверным флагом. Перевернутый месяц на вымпуле, прямо над жареной индейкой. Знак неверных и ересей. Но также знак месяца можно трактовать и как астрологический символ. Образ человечества, управляемого Луной, рассматривался как безвольный и неразумный, как признак слабоумия, слабости. Луна для плохо ориентирующихся в дневном сознании. Потому флаг, кроме ереси из неверующих, можно рассматривать и как признак лунатизма и безумия. Единственный дурак по профессии на корабле – шут. Печальный и одинокий, он сидит, отвернувшись в себя. По замыслу, его роль – сатирическое обличение обычаев и нравов этого времени. Короли и многие богачи держали при себе еродивых или дурачков шутов, потому что только они и могли говорить правду, только их и слушали, а правда нужна во все времена. Шут – единственный, кому позволительно веселиться и дурачиться. Но ему нет места среди этого безумия. Он отвернулся и одиноко сидит в стороне. Именно этими его действиями босх доносит правду и суть. Мир, который рисует босх, это перевернутый мир. Здесь не царствует голова, потому что она безумна. Корабль дураков явственно вскрывает жуткие вещи, закрытые глубоко в темных уголках человеческих душ. Картина навсегда остается напоминанием о том, куда держит курс наш корабль. Субтитры создавал DimaTorzok